Всем добрый день! Сегодня у нас необычный Гранд Старакс. Ребята давно у нас обслуживаются. На наших глазах они убили не один двигатель Евро Четвертый. После этого было решение поставить японский двигатель Тин Джей Зет. Сперва рядная шестерка. Не нужно писать, что я там не соображаю в этом. Да, я вам говорю, я в этом не соображаю. Мне это не нужно. Даже не знаю, какой объем двигателя. Стояла рядная шестерка Джей Зет, который тоже у них лег. После чего они поставили УЗ В8. Вот он теперь стоит здесь. То есть японский. Без понятия, сколько здесь объем. Но данный мотор просто прям рвет. Вообще просто бешеный. То есть переделали все. Ребятки здесь переставили. То есть специальная фирма занималась. Делать мы здесь ничего не будем по двигателю. Это вам просто показываем, рассказываем. Ну-ка, я сейчас запущу его. Идем сюда. Сидения стоят с БМВ. Оба передних. Так, а что-то он еще и не заводится. Я не умею. Наша задача послушать, что гудит. Скорее всего, лег уже второй редуктор на этой машине задней. Сейчас послушаем, если он гудит. Редуктора от Гранд Старкса мы не ремонтируем, потому что они... Не знаю, я много раз пробовал, это бесполезно. Там какой-то гул. Понятно, может быть, нужен станок или что-то еще. То есть мы отказались. Если сейчас он гудит, у ребят есть другой редуктор. Они его привезут, и мы его заменим. Не, ну вот на этом движке они прямо откатали нормально уже. Просто, то есть, по-моему, он уже стоит у них где-то года два-два с половиной. Приблизительно. Я не помню, после два мотора у них было Д4 ЦБ Евро-четвертых. После первой поломки двигателя его сделали, он опять развалился. Потом взяли другой, поставили, он также развалился. Его сделали, и он опять развалился, и все. И вот это уже получается там шестой, что ли. Потом был JZ, говорю, рядная шестерка. И уже после было вот, установлен был V8. Тын-тырин-тырин-тырин-тырин. Вот он. У нас маслица с гуру подтекает. Масляный фильтр, шланги. Конечно, не совсем. А, у нас интерпуллер. Охлаждение сразу сюда пошло. Да, коробка. Коробка своя. Тын-ты-тын. Массу потратили сюда. Ну, весь сухилки хороший. Трубку охлаждения переварили, переделали. Систему выхлопа все переварили. Ну, потому что она бы не встала бы. А кардан очень похоже, что... Как будто никто ничего не менял. Хотя должны были где-то отрезать. Да, сейчас, сейчас будем разгонять. Почти закончились колоночки. Это пескун так делает. Но это точно не редуктор. Всегда, помимо основной задачи, смотрим в целом, то есть, что подтекает, что отвалилось. Такое, серьезно. Ну, сзади колодочки есть. Вот здесь мало. А вот он какой-то гул. Что-то, что... О, а что-то трубы нет сзади, кушка? Прям так? Прям снизу? Пушка, да? Вот она. Так, ну стабилизатор на месте. Колодки передние закончились, задние закончились тоже. И вот здесь подгорать стало. Скорее всего, подклинил суппорт. Посмотрим. А передних вот тут. Смотри, прям колесик. Все, сейчас слушаем. А звук откуда-то слева. Пока вот сейчас я рукой крутанул, как будто подшипник сдох. Так. Вот здесь прям вот. Даже руками покрутил. Возможно, разваливается подшипник по лоси. Я пошу. Гудит редуктор в подшипнике хвостовика, там предварительно. И так же развалился подшипник. Ступица. Полуоси вот он. То есть вот даже кручок. Там прям что-то перевалится. А редуктор и подшипник. Полуоси. То есть ремкомплект для подшипника. Разобрались, сняли с этого V8 редуктор. Редуктор у нас оказывается уже здесь не родной, с блокировкой. Это евро пятый. А Гранд Старкс у нас восьмого года евро четвертый. То есть этот редуктор и, судя по красному герметику, редуктор уже менялся. На пробке сливной там магнитик. Ёжик был прям огромный такой. Масло прям чернейшее. Прям со стружкой, поэтому даже лезть не буду. А вот подшипник. Вот, видно, что здесь всё. Вот он. Он даже болтается. Да, ну вот он болтается. Вот. Здесь у нас топорное кольцо. Кольцо ОБС, запорная втулка. Сам подшипник. И всё это выглядит вот так. Меняется комплектом. Но, помимо тут комплекта, можно... Это сальник полуоси. Но его можно и не менять. Сам подшипник. Сальник. Это внутренний. Оттуда, с той стороны, когда разберётся. И вот так выглядит запорная втулка. Она садится на горячую. Втулки бывают разные. Машины есть с АБС и без АБС. Потому что есть H1 и есть Гранд Старкс, которые без АБС. И втулки запорные разные. То есть, есть без посадочного места и есть с посадочным местом. То есть, можно понять сразу, ту левую втулку приобрели себе. Вот эту запорную втулку иногда приходится разогреть. Либо даже надпилить. Потому что снимать будем специальным съёмником. Ну и всё увидите, что это за приспособление. Вот запорная втулочка. Сейчас мы её нагрели до красна. Просто туда бросили. То есть, запрессовали сперва. Здесь с задней стороны вот сальничек у нас был. Сальничек сперва запрессовали под шипник. Потом набили смазки с той стороны. Обязательно устанавливаем сальник уже. И смазка набьётся ещё между сальником полуоси. Вот здесь вот в этой полости. Сейчас набить надо вот колечко АБС. И одеть в стопорное кольцо. Слушай, у меня там есть такой выступ. Интересный. Оттуда и отсюда. Даже какой-то сейчас. Получается вот эта каёмочка. Я никогда не обращал внимания. Хотя она дальше не даст, не пойдёт. Но почему-то вот этим срезом вниз. Ну ладно, ничего. Так. С колечком очень-очень аккуратно. Сломаться может прям на раз. Можно также нагреть его. Но можно и так вот, если аккуратненько. Ему слететь не даст. Стопорное кольцо. Всё, колечко село. Вот, кстати, подшипник. Там аж между шариками стружка в сепараторе разлетелся. То есть весь бедняга сгорел. Так, и ещё сейчас на такой момент. Смотрите, там я уже сказал, что очень много раз пробовал ремонтировать редуктора на Гранд Старксе. Что-то они плохо поддаются ремонту. Вот. Но на этом 2УЗ у него стоит... Сейчас я вам неправильно сказал. Это Гранд Старкс не Евро 4 был. Это был Евро 5 Гранд Старкс. Много раз я пробовал, там, не знаю, пару раз выходило прям на отлично. Пару раз оставался небольшой звук. Вот. И потом я забросил это дело, потому что, ну, такие, как на Киа Саренто, Hyundai, Старкс и вот все портера без проблем. То есть ремонтируем, делаем вообще. Ну, вот от Гранд Старкса отказались. Дело в том, что на этом 2УЗ стоит от бензинового H1. Дело в том, что с дизельным редуктором передаточное число там больше. Скорость будет меньше. Нужен им именно с блокировкой от бензинового H1. То есть, который у нас. Может быть, даже от механики. Не знаю, не стал вникать. В итоге они посмотрели, такого редуктора нет вообще нигде. Вообще опять, как что-то время настало тяжелое. Вот. Ни за какие деньги его нет. Поэтому все-таки они подошли. Клиенты постоянно обслуживаются много лет. И попросили все-таки хотя бы, говорит, разбери, посмотрим. Может быть, это подшипники. Поэтому сейчас редуктор помоем и будем разбирать. Помыли и помчали. Я не стал вникать, как они этот редуктор вообще все подбирали. То есть, когда устанавливали двигатель как-то по скорости, по коробке, по нагрузке. Ну, там ребята, которые устанавливали, якобы подбирали. Просто он говорит, что якобы это от бензинового H1. Просто я с бензиновым не работаю H1. Просто я знаю, что и у них такой же был. На дизельном идет. Ну, наверное, передаточное число разное. Просто в бензиновый, я не знаю, блокировка идет, нет? Не знаю, как они подобрали. Не стал, короче, вникать. Короче, сейчас посмотрим. Просто мой дедовский способ почему-то здесь на Грандахт не работает регулировки. Здесь все хорошо, но здесь никак не хочет. Так, сюда сейчас сразу вовнутрь. Ну, очень-очень много было грязи. Так, смотрим здесь. Матовая. Нет, задиров. Это главная пара у нас, подшипнички. Задиров нету. Ну, тут прям видно, бедняга где-то, как будто бы ему прям ржавая, блядь. Так. Так. Нет, я не вижу. Раковин нету. Ну, то есть, прям даже ржавчинка есть везде. Что с ним случилось, что он был с этим редуктором, непонятно. Ну, здесь тоже все хорошо. Да и звук был не главный пара. То есть, такое чувство, что хвостовик гудел. Просто он с перебоями. То есть, следы остались. Ну, это сейчас он как стоял, помолвил его. А, вот. Вот они. Вот они. Он как стоял ржавый, да, вот они. Это вот раковины. То есть, вот левый подшипник. То есть, он как стоял, где-то ржавый валялся, так заржавел. И вот он. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о, да. Вот они прям очень-очень сильные такие. И подшипники хвостовика. То есть, получается у нас там сальник. Подшипник верхний. Втулка регулировочная. И подшипник большой, нижний. Короче, если они ставили бы ушный редуктор. Получается, они сразу его поставили, он гудел. Потому что те раковины, они очень старые. Видимо, рев двигателя был громче. Да? Согласен? И они не слышали, как он просто гудит там. И когда... А? Пока не открыли окно, да. Чик-тирик-тирик-тирик-тирик-тирик. Нормально. Не-не-не-не, нормально. 020 нормально клиент сказал у меня есть человек который может сделать редуктором все но не сменить подшуменьки хвостовика я город тогда вдруг твой человек не умеет ничего да да стандартная пойдет пум 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 куда идем мы с пятачком парам пам 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 так вот тоже он также валялся должен конец вот это следующее большому подшипнику конец а мало сейчас выбьем вот он след то есть на обоими внутреннего и здесь такие же канавки время его не пощадила смотрим такая же история то есть долго стоял и везде прям цепляется три подшипника втулку и сальник сперва узнаем что это за редуктор у ребят потому что повину пробить по их нему скорее всего не получится подшипники возможно разные вроде бы якобы как аж от h12 и 4 бензинового есть у нас винат допустим от бензинового h12 и 4 там посмотрим тоже короче смотрите хозяин сам все привез редуктора то в целом принципе такие выпускают делают это до бензиновый h1 который уже четырнадцатого года с блокировочкой идут вот подшипник главной пары будем менять только один который прям заржавел очень очень сильно у нас так получается у нас это вот этот вот подшипники носа привез все новые будем оба менять подшипника хвостовика коробочка уже все выкинули все оригинальное принципе и вкладываться он не хочет не знаю мало шансов что все будет прям вообще идеально потому что здесь все ржавое то есть даже весь механизм и везде то есть вот но так как вариантов у него нет он согласен то есть делаем что получится то получится поэтому будем надеяться на лучшее сейчас подшипнику до спера здесь мы сейчас только поменяем этот подшипник и сразу его уносим туда убираем потому что регулировать мы будем там в другом месте подшипник довольно легко снялся и также легко оделся здесь можете не стесняться тут специальные есть пазы они сделаны как для внутреннего съемника так и можно ударить чем вылетела на боймочка сейчас может не вместиться наш конструкция все они тоже как раз как раз прям старая обойму не выкидываем они нам пригождаются как направляющие так теперь нижнюю также выколачиваем готова берем обойму от большого теперь да хорошо хорошо а как все счастливо еще одни благодарные клиенты вот ну пойдет так это кино как не надо делать чуть-чуть сразу почувствовал что стала перекашивать и и теперь надо чуть-чуть давануть на эту сторону вот он выровнялся очень сложно поймать его там все это такая шаткая довольно так даже так обойму старая застревает чуть и прям и готова так убеждаемся что все села он туда посвяти лишь зазорчика нет все все прекрасно все села так это выкидываем это выкидываем так смотрите вот по этому подшипнику я молотком и зубилом разбил сепаратор вот она строка вот чтобы чтобы из вас не говорил бы у вас не получится снять съемник я разными пробовал то есть вот здесь не хватает места чтобы есть съемники но они очень тонкие и он сидит на валу очень и очень жестко и чтобы вы не делали вас выломает съемник или что-то еще я пробовал и обходные и прижимные у нас разные съемники бесполезно то есть это бесполезно поэтому сделаем все очень просто то есть и грамотно сделаем небольшой надпил не нужно пилить болгаркой так чтобы распилить вал и распилить зуб небольшой надпил прям один удар зубилом он прям тык расколется и слезет эта же втулка нужна нам будет при запрессовке вот он маленький надпил прям зубильцем с краю щелка и он раскалывает до последнего борется так вот смотрим в этом месте вал не распилил зуб не распилил все хорошо вот на колечко так теперь нам нужен подшипник сам и вот она как раз то эта втулка через которую мы будем обратно толкать так отчетки какие-то забыл ну вот перед тем как он сел давление было 45 тонн представляете да что вашим съемником не одним скорее всего китайским снять его не получится две втулочки эта втулка идет ремонтная мы будем регулировать этот зазор ну где-то примерно при от 10 до 12 с половиной килограмм при затяжке ну это мой опыт на усадку еще потом где-то 40 50 соток также даем сразу на первый раз даем где-то примерно соток 15-20 на усадку самих вообще мало ли там не досело то есть потому что второй третий раз мы еще можем попробовать подрегулировать а если сразу пильнете в размеры где-то что-то сядет все конец но не пилим мы ее стать чем если у вас хороший там наждак не завод круг смотрите допустим да если у вас хороший грамотный большой можете аккуратно стачивать здесь то есть надо чтобы самое главное чтобы стачивать равномерно если у вас там большой ровный круг можете кругом наждачки конечно вряд ли получится можно там взять стекло на стекло положить наждачку и шоркать если хотите можете пошел 32 и 6 даже пусть будет 32 и 6 здесь бедный пистолет так 31 ровно 32 и 6 31 нам надо 31 и 6 пусть будет берем втулочку лучше лучше не давить не спешить потому что второго шанса у вас не будет 32 и 2 до запрессовывать ничего не надо и потом потянет гаечка чуть-чуть и сперва все делать проверять будем без сальник он туда пойдет сейчас легко и принципе свободно только лишь потому что я его немножко там есть на валу некая ржавчинка и и счищаем наждачика и потом все ставят он все сел это уже достаточно так масло отражающего шайба сразу ставим вот эту конечно штуку снимали прям съемником надеюсь она не будет нас мучить теперь планет что-то мучить достаточно гайка дальше сделает свое дело то гаечка че у нас там хорошее то что туго отворачивалась вообще здесь просто он ржавый весе и все как-то идет совсем не по маслу на 30 так смотрите все обжали сейчас этим единственное что пришлось съемниковая снимать очень тяжело на шлицах туго сидит то есть туда-обратно вот допустим моем случае это как-то полегче а вашем случае если нет съемника вот мощный такой съемник использовал чтобы быть все сейчас зазор поймали немножко больше чем должен но сейчас уже обтянем и с помощью гайки он ее обожмет и все встанет в уровне еще сейчас обжимаем гайку учтите что если будете прям в нагляк долбить пистолетом он сожмет эту втулку сожмет и все это будет заново поэтому здесь я уже по опыту просто затягиваю есть наверно конечно какие-то специальные стенды все куда это все вставляется все дети все удобно на grand star xe в отличие от соренто там таких редукторах желательно зазор делать побольше на главной паре как бы я заметил что если делаешь прям притык то жди шума от него сидом с болтом вещи не понимаю что происходит тут прекрасно пошел а это че че там не так молотком его не бил резьба есть мыши в отверстие попал сейчас дунем куда какая крошка вот и все дело так этот не трогаем вот этот отворачиваю так притыкка сделаем ручную и затягиваем кольцо до упора вот он все заложалось так же как с любым подшипником старого образца там были отпускали их на 45 градусов то есть затягиваю не прав дурную и отпускаем на 45 градусов так затяжка тоже дает свое прижимает сейчас она толкнет сюда полностью дифференциал их вот станет вот он уже все свободно побольше одно один зуб положим нам желательно попасть старое русло крутим ничего нигде не подклинивает и вот сюда уже смотрим потом так вот на средний получается этот средний тут все полностью прилегает визе выдавливать хорошо очень редко так получается что раз первого раза и все очень очень редко потому что обычно все это надо 34 раза это бывает так что если все гуляет кто-то куда-то ходит то и все 10 все сейчас стопор второй ставим еще так здесь где будем он на герметике стоит здесь тоже я уже конечно обрабатывал но еще раз очистителем пройдем вот здесь герметик намажем туда и туда и на сам редуктор ты хочешь снять как я буду умирать ну давай поехали вот так у нас засовывается так бах и готова не упади кардан оригинальный то есть родной с гранд старакса там говорит было то есть все поспрашивал как чего они делали то есть коробка от тойоты но туда добавили горит пакет фракционов хвостовик от гранд старакса именно от бензинового от бензинового с коробки то есть поэтому и кардан это тоже с бензинового так масло заходит 2 и 7 до 6 масло специально для блокировки редуктора то есть обычно сюда не пойдет пробуем едем со 120 поехали а вот на этом есть уже подшипники чуть-чуть а на этом прям вот вообще тишина редуктор сам редуктор тоже идеально прям вообще ни одного звучка а правый редуктор ой подшипник полуоси уже вот он его тоже слышно поставим то есть пишем уже рекомендации если эти разделы ну все мы закончились нашему z такой он можно сказать единственный экспериментальный так как выбора нет все все таки взяли за этот редуктор и прямо удачно то есть я думал будет полный фиаско но нет ребятам то есть все вот подфартило дай бог все будет ходить и работать ну сейчас заканчиваем на это что что а что 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 Продолжение следует...